В Казахстане предлагают частично отменить справку о наличии судимости. Наши столичные корреспонденты расскажут обо всем подробнее. Программа «Булашак» увеличит количество претендентов на стипендию из Западно-Казахстанской области. На ремонт дорог в городе Оксай необходимо 2 миллиарда тенге. Об этом в ходе брифинга заявил Аким Бурлинского района Алдия Архалелов. В Казахстане предлагают частично отменить справку о наличии судимости. В Казахстане такое предложение прозвучало в ходе круглого стола на тему реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Представьте, освободившись, человек с трудом нашел работу. Но вот работодатель просит предоставить справку об отсутствии или наличии судимости. По новым правилам в этой справке будут указаны номер уголовного дела, статья и даже срок наказания. Нетрудно догадаться, что в большинстве случаев работодатель откажет в приеме на работу. Бетонная стена и колючая проволока. Как и в советское время, здесь царят казарменные порядки. Ходьба строем и проживание по 40-50 человек в комнате. Тюремная система Казахстана нуждается в перерождении. В сегодняшнем ее виде считают эксперты уголовного права. Она не исправляет людей, а наоборот, плодит все больше преступников. Представьте, из 16 тысяч освободившихся за год 30% осужденных в нашей стране становятся рецидивистами. То есть попадают в зону неоднократно, из-за чего уголовно-исполнительную систему называют кольцевыми воротами. Тот, кто попал сюда однажды, в большинстве случаев возвращается за решетку снова. И вот почему. Каждый второй работодатель требует у каждого пятого осужденного справку о судимости либо о несудимости. И на сегодняшний день эта справка выдается всем, кто требует эту справку. Мы должны эту справку сократить и выдавать эту справку только при необходимости для трудоустройства в больницах, школах и социальных объектах. Именно по тем вопросам, если человек совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, а также особо важные преступления, например, преступления коррупционного характера, преступления финансового характера, чтобы этот человек обратно не работал в банках или в финансовых других структурах, только в особых нужных моментах, а не сегодняшний день. Эта справка выдается для даже трудоустройства водителю «Газели». Зачем водителю «Газели» предоставлять справку о судимости, неосудимости? Мы ограничиваем, мы ставим преграды для осужденных. Потом они возвращаются совершать преступление. Дело в том, что освободившимся оплачивают только стоимость проезда до места следования. Денег хотя бы на первое время отсидевшему не дают. Хорошо, если удастся перекантоваться у родственников, а если нет, выход один – грабить и снова в тюрьму. Самая большая проблема осужденных в том, что на свободе их никто не ждет. Такой контингент не берут на работу, и они не знают, как устроиться в жизни. Даже человеку, не имевшему срока, порой очень сложно найти работу. Что уж говорить про тех, на ком есть клеймо преступника. Самое странное, что справку о наличии судимости выдает Генеральная прокуратура, хотя руководство пенитационной системы вроде не против их ликвидации. Есть поддержка Генеральной прокуратуры. Этот вопрос уже прописан в стратегии. Мы его будем решать. Ваша личная точка зрения, вы за или против? Если я озвучил в своем докладе, вы слышали же, я озвучил. Мы за это предложение, мы это внесли уже в стратегию. Теперь будем прорабатывать механизм. Генеральная прокуратура поддерживает. Наши тюрьмы должны перестать быть фабриками по производству преступников, говорят правозащитники. Мы должны избавляться от тюремных университетов. Параллельно нужно адаптировать заключенных в обществе. Еще одна проблема – медицинское обслуживание заключенных. Провожая родственников в тюрьму, люди не знают, вернется ли он оттуда здоровым и вернется ли вообще. Оказывается, система здравоохранения КУИС относится к МВД, а должно относиться к Минздраву, как это делается во всех развитых странах. Получается, чтобы вырвать зуб, осуждены вынуждены идти не к стоматологу, а к полицейскому. Боржан Шейхмет, организатор спанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Булашак намерен увеличить количество претендентов на стипендию из Западно-Казахстанской области. Об этом было заявлено на презентации программы, которая состоялась в Западно-Казахстанском государственном университете имени Мохаммеда Утимисова. Перед студентами выступил один из самых известных выпускников Булашака – Аким области Алтай-Кульгинов. Прием документов от претендентов на стипендию программы «Булашак» в этом году завершается 30 сентября. В настоящее время Центр международных программ, который является официальным администратором стипендий, проводит разъяснительную работу по регионам. Ее цель – привлечь претендентов. Сейчас свыше 11 тысяч стипендиатов уже являются обладателями, свыше 9 тысяч уже вернулись, отучились и работают в различных секторах экономики, в том числе в нашем регионе тоже. Поэтому последние изменения, современные тренды, они говорят о том, что нам тоже нужно идти в ногу со временем. В этом году по Казахстану выделено 700 стипендий по программе «Булашак». Это на 100 стипендий больше, чем в прошлом году. «Булашак» – это брендовая программа нашей страны, кузницы в кадрах мирового уровня. Поэтому требования повышаются. Поэтому до «Булашак» вам нужно подготовиться, сдать АЭЛС. Либо прийти к нам, пройти тест, и мы покажем вам ваш уровень. Но до нас нужно, естественно, английский знать на уровне среднего. Что касается после 5.0, как вы пройдете, то да, я уже сказал, что мы предоставим 12 месяцев языковых курсов. Трудовую деятельность в области осуществляют 135 выпускников программы «Булашак». 100% из них трудоустроено. 44% работает в государственных органах и учреждениях. «Булашак» выбирает 100 лучших вузов мира. И действительно, эти выпускники должны преодолеть экономические барьеры, которые предстоят в будущем у нас и в мировом сообществе. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области работают около 140 выпускников программы «Булашак». Ежегодно у нас поступает 15-16. Допустим, в 2012 году было очень много булашакеров в сфере медицины, образования. В последние годы наблюдается тенденция в сфере инженерных технологий. В Аксайе очень много булашакеров, которые обучились именно программ «Булашак». Как отметили на презентации, все претенденты на стипендию «Булашак» должны будут сдать экзамен на знание английского и казахского языков и пройти собеседование. Присуждением стипендии займется республиканская комиссия. Роман Копняев, Монарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. На ремонт дорог в городе Аксай Бурлинского района необходимо 2 миллиарда тенге. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на средний ремонт 16 улиц. Об этом заявил Аким Бурлинского района Алдияр Халелов, выступая на брифинге в службе центральных коммуникаций. Сейчас в Бурлинском районе идет ремонт 26 километров трассы Аксай-Бурлин. Также проводится в порядок мост через реку Утва. Работы планируется завершить уже на этой неделе. По территории района проходит более 800 километров автодорог. Только 40% из них имеют асфальтное покрытие. В этом году в Аксайе реконструировали коллектор протяженностью почти в 3 километра. В текущем году открыт детский сад на 140 мест в селе Бурлин. Начато строительство детского сада на 320 мест в 10 микро районе города Аксай. И школа на 300 мест в селе Аралтан. В 2017 году планируется строительство детского сада на 240 мест в северной части города Аксай. В 2017 году будем изыскивать средства на строительство детского сада в селе Кентюбек. В районе назрела необходимость расширения водопроводной сети. Имеется проектно-сметная документация по водоснабжению сел Бурлин и Александровка. Возможно, реализация проектов начнется в 2017 году. Мы проектно-сметную документацию сейчас делаем. Хотим парк Наурс восстановить. В этом проекте как раз то, что вы говорите, есть. Мы обязательно. Потому что город большой, промышленный город. Иностранцы приезжают. И людям отдыхать негде. И действительно, вот этот парк сейчас хороший проект мы сделали. Перед населением, общественным слушанием мы сделали. Их мнение взяли, заслушали. И мы хороший проект сейчас сделали. И с следующего года, мы сейчас уже начали восстановить. И в следующем году мы этот проект завершим. Кроме этого, в Аксай планируется начать работы по созданию «Зеленого пояса». Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Государственная программа в действии в Аксай полном. В этом ходе идет реализация программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 2011-20 года. Благодаря данной программе уже в нескольких многоквартирных домах отремонтированы пассажирские лифты. На эти цели из областного бюджета было выделено 100 миллионов тенге. Как были освоены бюджетные средства, узнавали наши корреспонденты. В городе Аксай Бурлинского района более 20 многоквартирных жилых домов. Большинство из которых оснащены пассажирскими лифтами. Срок эксплуатации давно истек. Для их замены жителям многоквартирных домов предложили один из возможных вариантов. Государственную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Программа должна обеспечить создание оптимальной модели жилищных отношений, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, а также позволит посредством создания специальных механизмов финансирования обеспечить проведение ремонта общего имущества объектов-кондоминиумов. Без лифта вообще тяжело было. Я на девятом этаже живу. Вот как с продуктами вообще тяжело было. Сейчас как лифт вам провели, хорошо. Очень хорошо. Кредит у нас на 15 лет. Две 300, что ли, и плюс еще комиссия 300 тенге у нас. Начиная с 2014 года в Моногорде по данной программе было заменено 12 лифтов. Но представители жилищно-коммунального хозяйства отметили, что перед тем, как начать подписывать договора, они все подробно разъясняют жильца. За два года было освоено 75 миллионов тенге по реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Более 10 лифтов было заменено за это время. Подрядчиком выступает компания Аксай Жангарту. Люди высоко оценили качество новых лифтов. Стоит отметить, что в данное время уже готова проектно-сметанная документация на замену и реконструкцию еще трех лифтов. И работа в этом направлении продолжается. Рустам Ашарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТТК-42. Болезнь легче предотвратить, чем лечить. В рамках реализации государственной программы развития здравоохранения Денсаулок во всех регионах на сегодняшний день проходят семинары по повышению потенциала специалистов первичного звена. Это делается для того, чтобы потом специалисты на местном уровне смогли объяснить пациентам, как правильно питаться, как улучшить физическую активность и как в целом вести здоровый образ жизни. Подобные семинары проходят по всей республике. Очередь дошла и до Западно-Казахстанской области. Информационно-разъяснительную работу по формированию здорового образа жизни специалисты из Алматы для местных врачей проводят уже второй день. Сегодня в этом зале собралось порядка 160 человек. Это люди, которые работают на уровне первого звена, включая медсестер, психологов, социальных работников и врачей общей практики. Наша задача в интерактивном режиме – объяснить, как же правильно выстроить индивидуальную работу с каждым человеком, потому чтобы он задумался и осознал о необходимости отказаться от вредных привычек, включая табакокурение, потребление алкоголя, как правильно выстроить свой рацион питания, улучшить свою физическую активность, с той целью, чтобы, опять же, укрепить свое здоровье, бережно относиться к нему и, соответственно, повысить свою солидарную ответственность. Цель этого семинара – научить специалистов в области медицины работать с пациентами, научить их вести правильный образ жизни, который на 50% влияет на здоровье человека. Поэтому главная задача специалистов – мотивировать каждого человека пересмотреть свой образ жизни. Я как молодой специалист, уже отработавший, скажем, год, знаю некоторые разы, но все это же еще не профессионал. И для того, чтобы повышать свою квалификацию, у нас происходят такие вот, скажем, семинары, обучающие нас в дальнейшем. Как, скажем, вести прием с пациентом, как правильно его убедить в том, что здоровый образ жизни особо необходим, как правильно научить его питаться, как правильно следить за своим здоровьем и так далее и тому подобное. Государственная программа «Ден Саулак» – это основа для планомерного развития системы здравоохранения Казахстана до 2050 года. Данная программа направлена на закрепление и развитие достигнутых результатов и решение проблем в вопросах охраны здоровья в соответствии с новыми вызовами. Олег Великий, Даврюн Десимбиев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Прикрепление без принуждения. С 15 сентября стартует кампания «Прикрепление населения к поликлиникам». Завершится она 15 ноября. Пациенты имеют право выбрать любую поликлинику, в которой они хотят обслуживаться. Прикрепиться можно только в одной поликлинике или врачебной амбулатории. И не чаще одного раза в год. Об этом сегодня говорили на встрече с медиками в шестой поликлинике. Врачам было поручено провести разъяснительную работу среди населения и объяснить им, что прикрепление необходимо. Если граждане не успеют до 15 ноября, то обслуживание они продолжат в той же поликлинике, что и раньше. Каждый человек, если, допустим, у него есть члены семьи, которые хотят прикрепиться, но по каким-то мотивам не могут прийти в поликлинику, то с их согласия, с их письменного согласия, этот представитель семьи может прийти, прикрепить это население. Но прикрепляем мы при обращении лично каждого гражданина. Малолетних или детей до 18-летних, совершеннолетних, каждый родитель или его опекун имеет право прикрепить самостоятельно. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро поднят флаг Казахстана. Завтра в этом городе состоится открытие летних паралимпийских игр. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Бурамбаев. Напомним, в этом году впервые за всю историю паралимпийского спорта Казахстан завоевал 10 лицензий. Неделю назад сборная РК получила дополнительную путевку в связи с дисквалификацией России. Таким образом, в Рио отправились 11 спортсменов. Минэнерго РК усилит взаимодействие с Зеленым климатическим фондом. Об этом сообщил в Астане вице-министр энергетики РК Гани Садибеков. Он также отметил, что в августе Казахстан присоединился к Парижскому соглашению, заключенному в рамках рамочной конвенции ООН. Садибеков также сообщил, что для усиления взаимодействия Министерства с Зеленым климатическим фондом разработан проект постановления по определению уполномоченного национального органа в лице Минэнерго. Зеленый климатический фонд – крупнейший финансовый механизм, созданный для помощи развивающимся странам в адаптации и предотвращении изменений климата. Школьникам Уральска показали, что им грозит в случае несоблюдения правил дорожного движения. Профилактическое мероприятие прошло в средней школе номер 21. Детям продемонстрировали видеоролики и показали картинки страшных аварий. Шоковую терапию для школьников решили устроить сотрудники местной полицейской службы. Помочь и донести до детей, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, согласилась бронзовая призерка Олимпийских игр Екатерина Ларионова. Она прошлась по актовому залу с большим надувным шаром, чтобы дети смогли приклеить на него стикеры, на которых они написали свои мечты. После этого шар лопнул, и мечты детей полетели на пол. Инспектор полиции Динара Абдул-Каликова объяснила школьникам, что все их мечты могут так и не сбыться, если они не будут соблюдать правила дорожного движения. Практически все дети владеют информацией. Мы делали анализы, проводили анкетирование, мониторинг. Но, скажем, недостаточно серьезно относятся к данной проблеме. Это, наверное, бич все-таки всего нашего общества, потому что в таких же ситуациях оказываются и взрослые. То есть они считают, что ДТП может произойти с кем-то, но только не с ними. По статистике, чаще всего под колесами автомобиля оказываются дети от 13 до 15 лет. Вниманию учеников также было представлено несколько видеороликов и фотографий, на которых были запечатлены последствия аварий. Важно еще для детей, донести самое главное для детей, чтобы, во-первых, вытаскивали вы из ушей наушники, прежде чем будут переходить дорогу. И смотрели по сторонам, потому что родители, конечно, переживают за своих детей, но дети вроде бы знают правила дорожного движения, но и не исполняют. К слову сказать, в области за истекший период было совершено 50 ДТП с участием несовершеннолетних. 10 погибло и 51 получили ранения различной степени тяжести. Олег Великин, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Власти Уральска добились возвращения 542 гектаров неиспользуемых земель в коммунальную собственность. Об этом сообщили в городском отделе земельных отношений. Речь идет о пашнях, сенокосах и пастбищах. Всего на территории города выявлено почти 2600 гектаров неиспользуемых земель. Работа в этом направлении будет продолжена. Отметим, что областная прокуратура намерена провести полную инвентаризацию городских земель. Государственная собственность была возвращена 542 гектара земли. 955 сейчас по ним подано заявление в суд о возврате этих земель в государственную собственность. При возврате данных неиспользуемых земельных участков в государственную собственность, то есть там материальные затраты прежним хозяинам не возмещаются, в связи с тем, что они когда-то государством были данным гражданам предоставлены безвозмездно. Акимат Горда подал иски в суд на подрядчиков, которые срывают сроки ремонта дорог. Об этом сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства. Среди отстающих подрядная организация, осуществляющая ремонт проспекта Достык-Дрожба и улицы Ихсаново. Но есть среди дорожников и те, кто работает с опережением графика. Дорожные пробки, недовольство водителей, множество аварий и пыль столбом. Ремонт дорог 2016 года войдет в историю областного центра. Множественные нарекания к подрядчикам, которые подписали договор, но не выполняют его условия, переполнили чашу терпения городских властей. То, что были нарекания, озвучено руководством города, к ТО «Балтимен», к ТО «Азиатикстрой». Работы на данный момент продолжаются. И, как уже было озвучено, под наисковое заявление будет уже разбираться в судебном порядке. Однако ремонт проспекта Евразии идет даже с опережением графика. Хотя проект такого масштаба требует как минимум шести месяцев работы. Мы работаем на данный момент где-то около трех месяцев. Значит, основные работы по прокладке инженерных сетей и по укладке нового асфальтобетонного покрытия, они практически закончены. На данный момент открыт участок от второй базы от потепровода до улицы Мухита. Сейчас движение восстановлено в полном объеме, разметка сделана. Сейчас ведутся работы, продолжаются по благоустройству тротуаров и всевозможных примыканий. Полностью завершить проект мы планируем в конце сентября, начале октября. Большинство участков, ремонтируемых трасс, до сих пор в работе. Но завершить их планируют в самое ближайшее время. На сегодняшний день начаты работы по капитальному ремонту улицы Советска, поселок Круглозерное. И также производятся тендерные процедуры и планируется начать работы по капитальному ремонту улицы Трудовая, поселок Дирку. Это дорога, ведущая к среднеобразовательной школе номер 12 данного поселка. И в этом году будет работа начата. Ограничено движение по улицам в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей, а также проведением дорожно-строительных работ. В частности, это проспект Досток, улица Ихсанова, улица Маметова, проспект Евразия. Также ограничено движение по улице Циолковского. В новых микрорайонах города, 7-9 микрорайон, также ограничено движение транспортных средств в связи с проведением строительных работ. Также ограничено движение по улице Деповская, Петровского и ряд других улиц. Напомним, в этом году запланировано отремонтировать 25 километров дорог на сумму около 3,5 миллиардов тенге. Роман Копняев, Айбулат Жигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Акжаик готовится к очередному матчу чемпионата страны по футболу. Подопечные главного тренера Вахида Масудова полны решимости одержать четвертую победу подряд. Но на этот раз, 10 сентября, им придется одолеть лидера группы Костанайский Табол. В ЖТСУ «Шахтер» и «Тарас» эти команды поочередно проиграли Акжаику после назначения Вахида Масудова на должность главного тренера клуба. Наставник даже на тренировках срывает голос. В матчах регулярного чемпионата его крики слышны на трибунах. Сейчас футболисты отрабатывают атакующие действия. Поэтому стоит надеяться, что уральцы будут искать счастье у чужих ворот, а не отсиживаться в обороне. Поэтому положение аутсайдера обязывает выходить на каждый матч, как на решающий. То направление, которое мы выбрали, сейчас мы его придерживаемся, стараемся не отходить от намеченного плана. Безусловно, команда в хорошем настроении. Сейчас и тонус такой рабочий. Немножко не знаю, как будет после паузы. Но то, что ребята работают с полной самоотдачей, вы сами, наверное, видели это. Нам, в общем-то, приятно, что у них такое отношение к своему делу. Сейчас все 28 футболистов Акжаика в строю. Больных и травмированных нет. Но победный состав, который одолел в предыдущем матче «Тарас», скорее всего, появится на поле и в этот раз. К этой игре подходим как серьезный очень. Настрой боевой у нас. Попытаемся выиграть. Всех болельщиков приглашаем на эту игру. Игра состоится 10 сентября, 18.30. День города еще будет. Все-таки праздник люди ждут нас, да? Да, еще день города. Войне еще постараемся выиграть игру. Нам, как-никак, нужна победа. Акжаик нуждается в поддержке преданных болельщиков. Особенно сейчас, когда команда переживает трудный момент. Роман Копняев, Айбулат Жигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk42.kz Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова от 30 тысяч тенге. Мы находимся по адресу ДК «Зенит», улица Сарайшек, 27, дробь 1, телефон 8776-910-8282. Предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на 7 сентября. Уральск, плюс 21, плюс 13, дождь. Актау, плюс 25, плюс 21. Актобе, днем плюс 22, ночью плюс 14, дождь. Атырау, плюс 27, плюс 19, дождь с грозой. Кокшетау, плюс 23, плюс 15, дождь. Костанай, днем плюс 21, ночью плюс 16. Казаларда, плюс 30, плюс 18. Павлодар, плюс 23, плюс 10. Петропавловск, плюс 20, плюс 14, дождь. Талдыкурган, плюс 26, плюс 13, дождь. Тарас, днем плюс 28, ночью плюс 14. Пусть Каменогорск, плюс 17, плюс 4, ясно. Караганда, плюс 22, плюс 11, облачно. Шимкен, плюс 31, плюс 20. Алматы, плюс 31, плюс 19, дождь с грозой. Столица республики Астане, плюс 26, плюс 15. Субтитры создавал DimaTorzok